...новую роль автомобиля. И сейчас уже от заезд предлагают контактные заправки, для того, чтобы доезд на назначение от операции мы смогли без контактов. И, по сути, машина — это наше маленькое укрытие, которое позволяет нам оставаться одновременно и внутри, и быть наружу и видеть все, что происходит в ней. Только не буду погружаться в проблему, потому что здесь уже о них достаточно было сказано. Считаем, что год с новых решений уже начался для обыкновения, который в России и с Клицей. И почему все-таки автотуризм? И нужен ли он в России? Конечно, нужен. И это показали последний год очень сильно, потому что его легче организовать, и есть возможность, как я уже сказала, добраться без контактов. И автотуризм гораздо более доступен финансовым, главным для наших туристов. Теперь немного о нашем регионе смотрится в глупость важнейших транспортных коммуникационных путей. Через наш регион, ну, во-первых, преграниченный регион, граничен с Республикой Беларусь. Через наш регион проходят четыре федеральные дороги, включая М1, ну, одна из самых крупных и интересных дорог. Ну, и в федеральном обретении мы очень часто говорим о новой федеральной дороге, золотой потерь, которая проходит также по востоку нашего региона. Кстати, хотелось бы отметить, что столица нашего региона, город Смоленска, в этом году празднула свое 1157-летие. Город уже стариннейший, наверное, так я бы сказала. И я хочу сказать, что он был богатым на столице. Дело в том, что Вязьма у нас в 18-м веке целый год была столицей Российской империи. А город Смоленска целую неделю, но все-таки был столицей Республики Беларусь сто лет назад. Вот, поэтому у нас есть что посмотреть, есть что узнать, есть куда ездить. Я не хотел бы отметить, что у нас в городе Смоленске раньше была очень хороша развита полет эта малая авиация. И у нас есть на территории аэродром совместного базирования, и мы могли этот аэродром использовать, в том числе для конкурса авиации. Но после определенных событий и в жизни нашей страны и нашего региона ситуация становится таким образом, что этим аэродром пользоваться не может. И, наверное, в ближайшее время у нас вообще будет хорошо развито авиасообщение с другими городами и, тем более, с другими странами. Поэтому, потому и за авиакуризм в будущее. Но что же все-таки препятствует развитию авиакуризма не только в нашем регионе, но и в России и в целом? Об этом говорилось много, и я, может быть, отчасти подведу итог всех выступлений предыдущих аэродра, но на примере с нашего региона. Самая главная проблема, которая возникла у нас 16-го года, это заметие «Отсутствие поградных хода на границе с республикой Беларусь», о чем вчера говорила Ольга Анатольевна Сынаева. Так, сейчас я чуть-чуть... Раз, буду переключать. Отсутствие поградных хода на границе. С чем это связано? Это определенные политические вопросы, и слава богу, в этом году все-таки соглашение между Россией и Беларусью у нас было подписано, но его ратификация требует еще создания дополнительных нормативных правовых актов, и мы считаем, что западные ворота будут закрыты до тех пор, пока не будет открыт наш квадратный год. Вчера тоже Ева Василькова сказала, что в ближайшее время будет данный квадратный вход открыт, но больше не этого ждут, потому что огромное количество туристов у нас сейчас едет и через Псков, и заезжает совершенно по Смоленскую область, едет в Москву, едет в Питер. Квадратные входы сумасшедшие очень на них не справляются с сумасшедшим правилом. Почему это еще важнее, она сделает в ближайшее время, потому что в следующем году весь мир будет праздновать 60-летие первого полета в космос. В городе Гагарина, который нашлось на территории Смоленской области, может, как раз таки является родиной первого космонавта, юбиле Тейджи Гагарина. Плюс по всему, у нас в этом году планировалась организация проведения чемпионата мира по спортивному ориентированию среди студентов. Планировали к нам приехать участники из 50 стран. Более 500 участников должны принимать участие в связи с всей карьерной и всей историей. Данное мероприятие приложено на следующий год. Поэтому мы прекрасно понимаем, какие у нас будут проблемы с рисками, которые захотят приехать к нам на мобильную. Так, следующий проблемный вопрос у нас является недостаточное количество объектов современного придорожного сервиса. Как я уже сказала, через территорию Смоленской области проводят федеральные дороги. Есть необшисть сложности, посчитать, сколько в нас проходят за сутки через все дороги. Получается цифра 30 тысяч автомобилей. Однако вблизи указанных дорог крайне малое количество МВЗ. Собственно, было о чем мы и говорили. Практически у всех в федеральной как раз такая проблема. Мы считаем, что данным решением может быть выделение федеральных населения на размещение в регионах по территории, которые проводят федеральные дороги, выделение денежных средств на организацию именно таких вот модифункциональных зон и дорожных сервисов. Также считаем очень важно ввести упрощенный порядок для издавления земельного участка для размещения подобных объектов, потому что огромные трудные затраты и лимонные затраты уходят на процедуру согласования и имущихся в рамках реализации этих организационных проектов. Сегодняшний день, понимая важность подобных проект, мы формируем мастер-планы территорий, на которых возможно, которые будут отданы впоследствии инвесторам для размещения подобных объектов. А так, эти территории идут вдоль крупных наших федеральных дорог. Дальше, недостаточно развития беспроводной сети вдоль транспортной регистрали. Это очень важно на самом деле. Нам достаточно продолжить участок федеральной дороги, когда я говорю о Смоленской области, в первую очередь нет зубовой связи и требуется ее развитие. И сейчас крайне необходимо, чтобы была 100 человек связь формата 4G, а в последствии ей 5G. Мы прорабатываем данный вопрос государственной компании о системе мобильной дороги. Ими было поддержано одно из предложений Смоленской области, как решить этот вопрос. Это возможность установки полоса отвода автомобильных трасс, руки уже впоследствии железа дорожных путей, а многонациональных оборотов, которые могут использоваться для размещения оборудования операций в мобильной связи, следствия для видеофиксации и так далее. Ну и соответственно, мы считаем, что всю эту работу нужно обязательно включить федеральные проектные мероприятия, направленных на оказание содействия в покрытии качественной мобильной связи. Дальше, отсутствие интернета в удаленных национальных пунктах прямо в этом году мы очень-очень отметили. Дело в том, что пандемия, как и во многих регионах, отразилась в том, что в средствах размещения. Каким образом? Те гостиницы, которые стояли в удаленных блоках, и всегда у них была достаточно низкая загрузка, звонят мне и говорят, вы представляете, а у нас 70% загрузка, а вы представляете, у нас 90% загрузка. И, конечно, мы за них очень порадовались, но потом появились, когда люди поняли, что они хотят не только на выходные, а хотят вообще провести свое один-два месяца в удалении от кружевых мегаполизов, люди стали избирательно выходить в выбор средств размещения. Почему? Потому что нет интернета, значит, не могут удаленно работать. Соответственно, мы провели не только среди наших подобных гостиниц и выяснилось, что они теряют 70% клиентов из-за отсутствия интернета в этих гостиницах. А ведь интереснейшие гостиницы, они находятся не только в огромных городах. Вот раз таки в этом году спросом пользуются именно гостиницы, которые находятся у далеких уголках, на территориях особо охраняемых, в нацпарках. И это действительно проблема. И мы считаем, что, точнее, предлагаем, раз туризму и написали уже, чтобы они дали нам возможность вот эту шикарную программу, программную поддержку, в следующем году внести какие-то изменения, которые могли бы помочь нам осуществить поведение интернета у вас на населенных городах. Потому что мы же обсуждали этот вопрос еще с профилем органов и исполнительной гостиницы. И они сказали, что есть программа из-за права экономики Российской Федерации и есть установление исправного неравенства. Но ни один этот проект не подходит, точнее, мы не подходим, наши объекты, удаленные, не подходят под этим проектом. Что с этим делать, это понятно. Поэтому просто туризм указает нам, эту поддержку. Еще одна проблема отсутствует возможности размещения на конструкции туризм в нас в регионе перешел из департамента инвестиций в прошлом году весной когда произошли изменения соответственно вы как и стали ассоциировать мы поняли что за последние 20 лет на территории вдоль автодороги не было размещено ни одного рекламного инвестиционного счета которые происходят какие-то объекты соответственно у нас и дальше есть вопросов и почему мы пришли на сегодняшний день у нас в этом году уже решено 10 биллордов с нашими основными объектами показов но нам дается достаточно сложно потому что рекламный комикс который мы бы хотели установить в тех местах нахлопаде еще нет и нужно согласовывать когда находится полоса дохода и нужно согласовывать с автодором с автодором я вам приведу пример у нас есть объекты турмого наследия в музее Сайку-Флёново находится она условно 5 километров от федеральной автодороги от федеральной дороги от 145 и мы уже в год согласовываем с автодором не можем установить на него знак тур навигации все триста которые туда ебают индивидуальные они не знают где находятся только люди могут смотреть в навигаторах своих телефонов все а в другом никак и уже в год у нас снялся цель сей попей поэтому мы считаем что можно как-то сформировать какой-то рекламный проект для взаимодействия с автодором чтобы они могли нашим регионам себя продвигать ну и последнее создание единого агригатора автодора уже много говорилось но мы считаем что решение подобного вопроса может создать стать создание агригатора по образу и подобию проекта западного сад России от покровительственного роста лизма проходит реализован данный проект охватывает четыре запретенные области московскую, самоленскую, калужскую, ульянскую сад проекта заключается в создании портала сделан на федератическую доску и яндекс карты размещена актуальная информация об объектах, культуре революционных центров, транспортных пунктов, отелях, отелях, фирмах и т.д. и т.д. и единый агригатор который будет очень полезен и в режиме реального времени мы можем информировать маршруты тех, которые нам находятся по пути нашего исследования что еще мы сделаем? В Сумеренской области разработана совместно с издательством свиток разработана карта, бродилка, крылощи, любят дети так вот, интересно в ней играть и детям, и взрослым повесить мы нанесли на эту карту основные наши федеральные данные которые можно добраться до основных объектов показы и каких-то интересных населенных пунктов где мы оставим? А вот здесь Наполеон оставил своя коза с золотом, приезжайте, посмотрите ему а вот здесь у нас самые вкусные, вкусные, речечные бледные приезжайте, попробуйте, а вот здесь у нас зубр вы можете приехать, покормить морковкой и посмотреть на лошадь и проживательство и так далее, не пора уж я сказала про зубр то хочу немного остановиться на истории с Нарск-парком у нас на территории, уже в облинающей арабе находится национальный парк самолейской аквазии Шикарный Шик-парк называют озеро Савшо с центральным самым большим озером в Эталом-Минятеле, вот, шикарные места у нас там есть экологические тропы и мы сейчас, очень важно, мы участвовали в корпусе агентство стратегических инициативов на создание туристко-рекляционных факторов и развитие туризма мы заняли 11 место и после этого еще одно наше достижение мы считаем огромнейшим, огромное спасибо выражаем за это рост туризма в грантах мы вводили 32 июля из них 8 у нас выиграли получили мы в совокупности наш бизнес получили 24 миллиона и 4 из этих 8 проектов как раз таки будут реализованы на территории национального парк самолейской аквазии плюс в национальной парке я вообще считаю что их жизнеспособность в огромнейшей степени зависит от развития туризма потому что все туда можно подобраться только на машинах либо на каких-то транспортных средств и самолетные поезда туда к сожалению или к счастью это эспо-то может быть какие-то малые ариации и здесь у нас также разложилась в этом году очень интересная история нацпарк нам показал цифру зато шелоте за 12-40 тысяч посещений а в этом году за округа 2 выходных дня национальный парк посетило 15 тысяч туристов то эти туристы скорее всего это люди конечно же из нашего региона но в том числе и смежных властей конечно же и Москва, 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 Псков, Брянцев и так далее соответственно у нас проблема заключается высочайшие атактивные нагрузки в этом году но пункта по грану пункта пропуска у нас нет посчитать туристов четко мы не можем туристы не оставляют взносы потому что нет возможности такого огромного тут потока проехать с сотрудниками нацпарка и собрать вот эти вот взносы а это должно быть потому что от этого зависит развитие ацпарка и инфраструктуры которые могут обеспечить плюс ко всему огромнейший недостаток в этом году везде все регулируются на природу поэтому мы считаем что вот прямо необходимо у нацпарка все-таки установить какой-то контроль ясной контроль для забор чтобы увеличить сборы на жиловое устройство этих территорий ну собственно собственно вот если двух словах то это основная наша проблематика я хочу вас пригласить к нам к нам придет к нам придет к нам придет и зимой и летом приезжайте с удовольствием всех вас встретим вам понравится спасибо вам спасибо и все области открываются это очень здорово и я был очень рад что все эти самые современные сервисы уже в сторону видитель строя и найти маршрут будет очень-очень просто ну а теперь немножечко в другую сферу очень важно за туризмом перейдем ну в такое немножко отвлечение от купила зимой